Я вижу, как тьма отступает пред светом, как день наполняется радостью встреч, как мысли рождаются в строке поэта, как важно ему это чувство сберечь. Автомеханик по профессии Сергей Новиков писать стихи начал сравнительно недавно. Встреча с Георгием Петровичем Босняцким и литературным объединением Звенигорье разделила его жизнь на до и после. Сегодня поэт Сергей Новиков известен не только в округе, но и за его пределами. В свет вышел первый сборник его стихов, готовится второй. Участие в издании третьего альманаха – важное событие для молодого писателя. Выпуск альманаха Звенигорье уже стал хорошей традицией. Если это третий выпуск, значит это уже традиция. Мы уже готовимся к четвертому выпуску. Что объединяет этот альманах? В этот альманах вошли представители всех литературных объединений Одинцовского городского округа. И мы очень надеемся, что к четвертому альманаху этот круг станет еще шире. В него вошли работы не только звенигородских поэтов. Опубликованы стихи литературных объединений всего Одинцовского округа. Татьяна Васильева занималась версткой альманаха. Буквально за неделю до печати книги вся информация была утеряна. Пришлось обращаться за помощью специалистов, чтобы восстановить все данные и в срок сдать макет альманаха. Вдруг куда-то все просто исчезло. Я даже не знаю куда, что я там нажала, куда это все исчезло. И главное дело, что была сделана самая основная работа – цветные фотографии. Я научилась делать там текст с аптеками. И все, это уже было славно и хорошо. Остальные стихи, они просто были набраны странички, их надо было только подсидеть. И вот нету. А с руки уже поджимали. И, конечно, это, кроме как трагедия, может быть, маленькая трагедия, но для меня это было большая. Мне было жаль, потому что я подводила как бы. Но, слава Богу, все потом вернулось, нашлось, отыскалось. Муж мне помог. Прочесть альманах может каждый. Найти его несложно. Экземпляры находятся во всех библиотеках округа. Для семьи Шматковых это тройной праздник. В поэтический сборник вошли стихи сразу трех поколений – бабушки, мамы и дочери. Ну, конечно, это был такой очень серьезный шаг. Мы волновались, но согласились, безусловно, потому что это очень почетно, когда то, что тебя волнует, то, что написано твоей рукой, твоим сердцем, оно находит выход дальше. Теперь этот альманах будет находиться в библиотеках нашего округа. И это, правда, очень приятно. Возможно, кто-то откроет альманах, прочитает наши стихи и о чем-то задумается. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok